Это обзор Vance TNT Advanced прототип. Я листал комменты под прошлым видосом и заметил, что некоторые буквально кричат о том, чтобы я сделал обзор на сочную новинку. И это новинка Vance TNT. Разумеется, Vance не платили мне за обзор. Я дам вам свое честное мнение. Ведь эти штуки встали мне в 75 долларов. Что значит... Это должны быть стоящие мать его тапки, потому что... Это много бабок. Несмотря на то, что TNT это все-таки модель Vance, они гораздо прочнее, чем обычно. Потому что обычно Vance рвутся на части довольно быстро. А эти прекрасно живут аж две недели. Неплохо. Если речь заходит о Vance, комфорт это не то, за что их любят. Обусловлено ли это чем-нибудь, не знаю. Они не слишком удобны. Итак, самое приемлемое, что было у Vance, это модель Кайла Уокера. И у этих малышей не вышло их догнать. По ощущениям, они как обычные тряпочные кеды от Vance. И мои ноги в них ныли. Что касается их внешнего вида, главная отличительная особенность – это резиновый нос, который обтягивает почти всю внешнюю часть обуви. Но не делает того же самого с внутренней стороны, что немного нарушает эстетический баланс модели. Но еще, возможно, я зря взял розовую расцветку. Тут я поторопился с выбором. Каждый раз, когда в мои лапы попадают кеды с резиновым носом, я усиленно издеваюсь над ними с помощью кикфлипов. Кстати, насчет этих самых кикфлипов. Вытяжка на них была офигенная. Каждый раз, когда я делаю кикфлип, движение идет как надо. Кажется, что даже лучше, чем обычно. Однако проблемы возникли с хил-флипами. Мне, например, нравится трюк Big Hill. И он обычно легко мне дается. Но не в этом случае. Честно, не знаю. Из-за подошвы на тапках или потому, что я еще не восстановился после операции. Но в любом случае, я к ним в итоге привык. И все стало хорошо. Я считаю, что обувь хорошо защищает тебя от ударов, когда подошва и стелька хорошо ладят друг с другом. В данном случае Вэнс обеспечили над стелькой Ultra Cush Lite 3D. Она круто выглядит, и у меня были весьма большие надежды. Но оказалось, что подошва далеко не такая толстая. Она на самом деле такая тонкая, что если я начну своими пальцами давить на нее снаружи и изнутри, я буквально практически сожму их друг с другом. Короче, на самом деле вы можете взять обе эти штуки и сказать «неа». Если вы любите прыгать с гэпов. Однако все-таки я считаю, что недостаток удара стойкости — это не криминально. Да, особо с больших препятствий не попрыгаешь. Но при этом ты получаешь превосходный контроль над доской. То есть у меня раньше не было таких отзывчивых тапок. Это как будто ничего. Они даже не пытаются. Судя по всему, Вэнс решили позаботиться о наших ногах-вонючках. Они сделали свою именную линию из сеточки, что по идее должно обеспечивать вентиляцию. Но я особой разницы не заметил. В любом случае, спасибо за учтивость, Вэнс. Все это приводит нас к одному вопросу. И это «стоят ли своих бабок в Вэнс Ти-НТи?» Что ж, если вам нравятся модные тапочки с хорошей вытяжкой — да. Если любите прыгать с гэпов, приготовьтесь вставить еще одну пару стелек. Будет больно. И отдавать ли за них 75 баксов? Купите на распродаже. Я думаю, не стоит платить такие деньги за такое. Ну что ж, вперед, поставьте лайк под видео, комментируйте, на какие тапки сделать обзор, а также ваши мысли про этот эпизод. Не забывайте про колокольчик, чтобы получать уведомления сразу, как выходит новый обзор. И подпишитесь. Что ж, Вэнс Ти-НТи — это настоящий взрыв, да? Вот мы это и проверим. Я отправился к своему дядьке на ранчо, чтобы достойно с ними попрощаться. Готовься! Бросок тапка! Боже мой! Бросок тапка! 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 Продолжение следует...